Вашингтон пост задается старым как мир и крайне непростым вопросом, сможет ли мусульманский мир стать терпимым христианству? Избрав именно такую формулировку, автор материала Майкл Герсон рассказывает о нарастании агрессии в отношении христианских верующих по всему миру. Цитата. Христианские государства уже сформировали цивилизованные институты демократического плюрализма. Теперь проблема, как выстроить систему компромиссов в мусульманских странах. Цитата. Самый убедительный постулат – религиозная свобода всегда предполагает полное и окончательное усвоение демократических ценностей, то есть дает человеку полное право быть еретиком или язычником. И главным геополитическим вопросом 21 века станет вопрос о том, сможет ли мусульманский мир создать свою собственную, уникальную в культурном отношении версию этой демократической добродетели. Приходит к выводу Вашингтон-Пост. Австралийское издание «Сидней Моллин Херальд» публикует материал под заголовком «Богачи становятся диктаторами 21 века». Взяв за основу один из регулярных отчетов о всемирном благосостоянии, автор заметки Кристиан Кирилл пишет о своем открытии. «Оказывается, в России всего 110 человек управляют 35% богатств страны». Цитата. «Но Россия – лишь самое экстремальное проявление мировой тенденции, которая потенциально представляет одну из серьезнейших угроз современной демократии – распространение олигархии», – приводит издание одной из мнений. И продолжает ряд примеров. В Китае страной экономикой и политикой управляют 7 человек – члены постоянного комитета Политбюро Коммунистической партии. В США, по данным некоторых исследователей, 1% американцев получили до 22% доходов страны. И все бы ничего, но Кристиан Кирилл убеждена – деньги богачей серьезно влияют на политические решения, а это уже предмет интереса общественности. Значит, всем нам следует задуматься, что мы можем противопоставить финансово-политической вседозволенности ограниченного круга избранных. Завершает статью «Сидней Молин Хэролд». Вы хотите знать, сколько вам суждено прожить? Немецкая «Дицайт» предлагает читателям поразмышлять над еще одной угрожающей, как считает издание, тенденцией – генетическим прогнозированием. Но поводом к такой постановке вопроса стала деятельность одной из компаний «Силиконовой долины», которая за вполне умеренную плату на основе образца слюны подавала любому желающему отчет о его генетически обусловленных заболеваниях и предрасположенностях. Цитата. В связи с генотипизацией уже давно ходит разговор о том, что клиент может получить сведения относительно даты своей смерти, а затем всеми силами постараться ее отодвинуть. Обещание о предоставлении подобной информации помогло компании получить около 450 тысяч клиентов, а также создать гигантскую базу данных. Крупнейшее частное собрание генетической информации в мире раскрывает скрытые подробности издания. Сейчас деятельностью компании заинтересовались контролирующие органы США. Однако пока можно говорить только о приостановке, но не о завершении работы. Тем более на фоне заявлений представителей компании о расширении перечня предоставляемых услуг и, главное, намерении собрать базу генетических данных уже на 25 миллионов человек. Цитата. Даже трудно себе представить, какие открываются возможности, если подобные данные стали бы доступны страховым компаниям, университетам, фармацевтическим концернам, спецслужбам и Министерствам здравоохранения, или в случае предоставления их в распоряжение торговцев человеческими органами. В таком случае можно уже будет говорить не об ограниченных сроком людях, а о расшифрованных или о декодированных, высказывает опасение Дицайт. О политизации Оскара пишет еженедельник Абсервер. Анализируя шорт-лист номинантов, обозреватель Ванесса Торп пообщалась с Майклом Лернером, продюсером документальной киноленты Пусси Райд Панк Малевин. Цитата. Блестящие драгоценности, наряды от кутюр и дефиле по красной дорожке – все признаки красочной ночи Оскара, которую украсит этот март. Однако в этом году церемония вручения кинопремий предложит нечто большее, чем просто очарование. Голливуд устремляется в центр глобальной политической дискуссии, пишет издание. И объясняет, зачинателем новой моды на этот раз выступает секция документального кино. Естественно, после включения фильма о скандальных российских панк-девчонках, саму Академию обвинили в том, что ей движут политические соображения. Но это лишь придает предстоящему выбору дополнительную остроту. Тем более, когда в силу вступил новый алгоритм голосования, предложенный известным документалистом Майклом Муром, сообщает о разворачивающейся интриге «Обсервер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова